Особое мнение на 101FM В нашей студии Бизнесу, естественно, хочется Знать понятные, четкие правила Чтоб они были едины для всех Так? Поддерживаете, да? Да, правильно Вообще, урбанистический форум Идея, она родилась Из идеи, которую мы предлагали Как биотехнологический кластер О том, что использовать ситуацию Подготовки к юбилею Города Кирова В 2024 году будет Для того, чтобы усовершенствовать Комфортную среду Создать для жителей города Кирова И при этом Те проекты, которые наработаны По биотехнологиям А это и обеззараживание Газонов у нас Это озеленение города Это очистные сооружения Их работа И водоснабжение и так далее Во все это внедрить Наши разработки Наши собственные Которые сегодня внедряются По всей России И вот мы написали Соответствующее письмо Елене Васильевне Для того, чтобы В общем-то Главе города Да Нет, главы нет Главе Она уже потом адресовала Главе И дальше в ходе обсуждения Когда было-то? В каком году? Это в этом году В этом? Да, это весной Вы написали Елене Васильевне Она главе администрации Да, да, да И дальше Илья Вячеславович Он как раз В общем-то Переформатировал Эту тематику И я думаю Это удачно Потому что мы Если вы помните В 2014 году Уже поднимали Эту тематику С международного форума Урбанистического Мы приехали С Санкт-Петербурга И пытались Эту тему Тогда еще поднять В городе Кирове Но, к сожалению Быков тогда был главой Он не воспринял Эту идею А это и транспортная система Это и перенос производства За пределы нашего города Где-то там должно быть Соответственно Логистика изменится По городу Меньше пробок будет И так далее В общем пытались Тогда не получилось А вот надо отдать должное Глава города Нынешним руководителям Поддержал Да, поддержал эту идею И переформатировал Единственное, что нас беспокоит Что сама идея Вот этого вот Применения собственных технологий И под эти технологии Попытка получить денег Из федерального бюджета На развитие города К его юбилею Она где-то потерялась Она потерялась В самой идеологии Урбанистики Вот этого тренда Всемирного совершенствования Не моногородов А мегагородов Мегаполисов Их развития Ну, я думаю Что к этому вопросу Можно будет подойти Никто не мешает вам Об этом напоминать И продолжать Настаивать на развитии Но по содержательному аспекту На сегодняшний день Переданы образные правления Архитектуре Прежде всего архитектуре Поэтому вот Вот эта конкретика Она где-то потеряла И второе Настораживает то Что мы не рассчитываем На собственные силы Потому что в том числе Предтечим этого Должен быть генплан развития Города Кирова Был конкурс объявлен Но Говорили сейчас об этом Новосибирца Выиграли Да, скинули цену И в результате Мы опять проиграли И пропустили практически год Для того, чтобы иметь Хотя бы представление В каком русле И куда должен развиваться город То есть Аннулирован Контракт С выигравшей на конкурсе Фирмой И сегодня Вот мы находимся Провелин Мы правда пытаемся Сегодня придумать Схему Чтобы Киров Гипрозем Институт взял на себя Вот этот пробел И быстренько мы могли Ну что-то сделать Подготовить Но К сожалению Вот ситуация такова Какая есть Мы опять вынуждены Работать с листа С точки зрения Свершившегося факта Я думаю Что это не самый лучший вариант Но то Что вот Было передо мной сказано Что это событие Урбанистические формы Я думаю Что это будет Действительно событием Вы дважды повторили Технологии Наши местные родные Можно конкретно Поговорить Что вы имеете ввиду В чем Воплощение Что может быть Инновационный бизнес Скажем Разработаны Соответствующие штаммы Которые должны Удалить С газонов Нашего Города Тяжелые металлы Ну вы знаете Что Оскадка идет Как это в реальности Может происходить Это что такое Мы что-то распыляем Нет Специальные удобрения Насыщенные этими Бактериями Которые С одной стороны Вместе с удобрениями Обогащают Плодородный слой Газонов А с другой стороны Впитывают И разлагают Тяжелые металлы На более легкие фракции Ну то есть Это уникальные штаммы Которые были разработаны Еще тогда Вятским государственным Гуманитарным университетом Но сейчас это Собственность Опорный вуз Опорного вуза Или скажем Сейчас идет Проект Использования Биогазового оборудования И прибора Акватест Акватест Это оперативного В режиме онлайн Анализа Частоты воды На очистных сооружениях И Через компьютер Это все подается И если где-то Сброс вод Начинает изменяться И не соответствует Подребным категориям Просто останавливаются Очистные Устраняются неисправности И так далее И тому подобное И параллельно Это завязано На биогазовое оборудование Которое Ил Отработанный Ил Перерабатывает Удобрения Опять же Для города И производит Газ На основе которого Работают Когенерационные Оборудования А оно В свою очередь Поставляет Электричество Для насосов 90% Львовое оборудование То в данном В данном случае Это будет Некое предприятие Которое получает Доходы Для города В прямом смысле Доходы В этом отношении Надо отдать Достаточно Гибкий Такой человек Хотя В общем-то Находится Под давлением Виксельберга Потому что Инновационные процессы Все равно Должны быть Утверждены На ужестоящем уровне Мы же отлично понимаем Что Подобная процедура Может вызвать Удешевление Вода Отведения Для жителей Города Ну понимаете О чем Где-то речь Может конечно Просто Вот каждый раз Валерий Николаевич Когда кто-то Говорит О каких-то Современных Технологиях Которые Существенно Облегчают Нашу жизнь И еще На экологии Там сказывается И удешевляет Нашу жизнь Но скептики Прекрасно понимают Пока Это приносит Ну да Владельцам Нынешним технологиям Большое бабло Это Извините Не пропустим Вы правы Володя В этом отношении И мы Ну слава богу С вами встречаемся Уже не первый раз И педалирую я Многие вопросы Не как я личность А как президент Биотехнологического кластера Это выборная должность Простите Что забыл Апомянуть Про президента То в данном отношении Мне приходится Вот сталкиваться И преодолевать Сопротивление Во многих вещах И к сожалению Не всегда успешно К сожалению И те наработки Которые были Там в 13-14-15-м году Они на сегодняшний день Реанимированы И благо Вот неделю назад Состоялась встреча С правительством Чурин возглавлял Состав правительства И мы презентацию Проводили Первый зам Фишкой Кирова И Кировской области Полпрятки Будет на днях Приезжать к нам Мы должны будем Представлять Мы знаем Там шорох уже Поднялся До людей сложно Дозвониться Чем отличается Кировская область И вот Предварительно Принято решение Как раз Нашу фишку На сегодняшний день Это благоприятная Среда Жизнедеятельности Это Использование Малым бизнесом Новых разработок Инновационных Получение Своего рода Госзаказа От правительства Области На вот эти Внедрения От города Кирова Я думаю Это очень серьезная Такая подвижка Для развития Малого и среднего бизнеса Это такая Самосбродная И наверное Антигуманная Мысль созрела Вот меня зацепила Просто информация Про изобретенные Микроорганизмы Которые перерабатывают Тяжелые металлы Кстати Это ассоциация Наших аборигенных штаммов Которые вот Я не закончил Простите Разработайте Пожалуйста Что-нибудь такое Что может разъедать Точечную застройку Вот возводят здание На утро пришли строители А микроорганизмы Обратно это все съели Возвели снова Ну вот я Слышал Что Шел разговор О том же самом Криловском Микрорайоне Да Построение Где маяк строят А ведь там В том числе маяк Да В том числе маяк Там и ССК я видел Тоже Они пытаются тоже строить А ведь Тема очень серьезная Была Очень серьезная Когда ликвидирован Был По сути Ставили задачу Ликвидировать Уникальное предприятие Измерительных приборов Крин Красный инструментарь Пожалуй Единственное В России В бывшем Советском Союзе Которое оставалось Вот Это точных Измерительных приборов Сегодня оно Сориентировано На производство Китайское Которое мы Потом Поверяем И ставим Своё клеймо Но это неправильно Мы не даем Гарантии Что эталоны Это вопрос Безопасности Если где-то Допущено будет Штангельцерку Или скажем Микроны Ракеты полетят Не туда Образно говоря Понимаете Вот Но Тогда удалось Остановить Этот процесс Видите Пересечение Конфликт интересов Был Строителей И Данного Производства И удалось Его тогда Спасти И на сегодняшний день На улице Народной По моим сведениям Всё же создано Это предприятие То есть Крен перевели туда Сохранили это предприятие Ну не знаю Как дальше будет Ситуация развиваться Но я хотел Почему я пример Пример привёл Потому что Мы не должны Рассматривать Тот же Скажем Урбанистический форум Без решения Проблем Реального сектора Экономики Того же бизнеса Понятно Да И я После перерыва Может быть Коснусь Потому что Подходили Ко мне Уже Посланцы С Лепси Которые говорили У нас проблема На каждый ров Болеоборонной Продукции Мы должны Гражданской продукции Выпускать А те накладные Затраты Которые на оборонке Ну они обоснованы Там точность И так далее Проверки Они делают Неконкурентоспособность Гражданскую Чего это делать И мы в принципе Консультации проводили И говорили С того же Лепси Что надо создавать Сеть малых предприятий Либо привлекать Малые предприятия Осуществлять на них Либо импорт Из Китая Перекрыть Конечно Нет Но импорт Я думаю Что не удастся Я видел Как система Поглощения рынка Китаем Осуществлялась В Соединенных Штатах Америки Это пик Был Седьмой Тире Двенадцатый год И практически К двенадцатому году Девяносто восемь процентов Шерпотреба В Соединенных Штатах Это было все китайское Девяносто восемь процентов Вы представляете Это Вообще кошмар Ну слава Мастерам из Поднебесной Сказал и себе Подумал в уме Да Забил Что вот Не дай бог Китай Перекроет сейчас Каналы Соединенные Штаты Я считаю Сделали серьезнейшую ошибку Санкции объявил в Китае Китай спровоцировали На перекрытие Товарной массы Сегодня там проблемы Валерий Николаевич Давайте сделаем сейчас рекламу Это Валерий Турула Руководитель Ассоциации Защиты прав малого и среднего бизнеса Президент некоммерческого партнерства Биотехнологический кластер Кировской области Полтора минуты Мы вернемся Продолжаем наш разговор С Валерием Турула Время крайне поджимает Поэтому я сейчас Не буду задавать Вот этот вопрос Как плевок в вечность Как чувствует себя Малый и средний бизнес В нашем городе В настоящее время Там бы меня информировали Живой или нет Я думаю Что существует Просто в нейтральном положении Как что-то в проруби Я сейчас хочу Более конкретно спросить Вы поддержите Высказывание Дмитрия Сергеева Члена ОНФ Сопредседателя регионального штаба Депутата ОЗС И так далее Вот он в понедельник В нашем эфире Ой простите На прошлой все-таки неделе В нашем эфире Сказал Что прежние отношения К бизнесу Современных городских властей Как к дойной корове Это прозвучало В нашем эфире Прежние отношения К застройщикам В частности Что вы нам все должны Если вы работаете На нашей земле Вы должны Если президент Объявил направление Создание комфортных условий Для бизнеса То должно меняться На региональном уровне На уровне муниципалитета Отношения А если отношения Вы должны В кавычках То никто К нам не придет Работать Ну Я в принципе Согласен Единственное Я хочу только сказать Одну реплику Или мазочек Что Я допускаю Возможность С рассмотрения Малого и среднего бизнеса Как некой дойной коровы Но дойную корову Для того чтобы она давала Молоко Надо хотя бы кормить А здесь попытка Не кормить Но при этом Получать И как один из наших Руководителей области Сказал Нам надо С бизнес Бизнес Рассматривать Курицу Да Ну то есть На мой взгляд Это цинизм В высшей степени И когда мне говорят Что по налогам Мы там продвинулись На какие-то порядки По экономике Стартанули вниз А по налогам По собираемости Поднялись вверх Для меня Это ужасающая ситуация И поэтому Перспективы Для малого бизнеса Я пока не вижу Ходят слухи Что Еще пока новый Руководитель ФНС По Кировской области Господин Смехов Многие же Представители бизнеса Когда Светлана Чарушина Ушла Высказали предположение О том Что будет как-то помягче А вот ходят слухи Что Уж извините Нифига Мягче-то не становится Так ли это Нет Я встречался с ним И пытался Предложить Некую лекцию Мы договаривались О том Что она будет проведена По скайпу В виде конференции Со всеми руководителями Налоговых органов И занятие Должно было связано С вызовами Четвертой промышленной революции Для того чтобы Налогики увидели Саму тенденцию И попытались Соотнести Тенденцию К будущему С теми тенденциями Которые формируются На сегодняшний день И где-то в голове Сделать может быть Поправочный коэффициент То есть Вектор подправить В нужном росле Но к сожалению Был даже назначен Один из заместителей По организации Этого вопроса Ну Ушло в песок И вот К сожалению У меня разочарования Возникли То есть Намерения Были благие Что необходимо Поднять на другой уровень Мышления даже Руководителей Налоговых органов Районов Ну у нас Они не районы А территориальные Такие объединяющие Но к сожалению Нам это не удалось Я думаю Что мы можем Реанимировать этот вопрос Валерий Николаевич Не знаю Можно так вопрос ставить Но вот три вещи Которые сейчас беспокоят Больше всего бизнес Малый и средний Три вещи Что это Ну На мой взгляд Само существование Бизнеса Оно говорит о чем Что если я существую Значит я работаю Без убытков И следовательно Само существование Бизнеса Оно Объективный его показ Уже беспокоит то Что за меня возьмутся И поэтому все пытаются Страх Страх за то что он существует Страх завтрашнего дня Тревога за будущее Да То есть сам факт Его существования И выживаемости Это уже очень серьезная Проблема Вторая проблема Она заключается в том Что если на сегодняшний день Я еще существую То дальше Абсолютная бесперспективность И это выражена формулой Если бы я знал С чем я столкнусь Я бы никогда в это не пошел Но у меня уже все там вложено Поэтому страх Связан с тем Что он потеряет все То есть не только бизнес Бизнес Для него это уже не самое существенное А вот вам В этом бизнесе уже заложена Вся его жизнь Заложены все его имущества И самое страшное имущество Семьи Ну и третья проблема Которую они На сегодняшний день Проповедуют И это связано С тенденцией Которую мы наблюдаем Что малый бизнес Сегодня отказывается От регистрации В Кировской области Если раньше мы наблюдали Крупный бизнес Потом средний Побежал Сегодня весь малый бизнес Пытается выйти На видимость Самоликвидации И ухода в другие регионы Снимается здесь И регистрируется В иных субъектах Совершенно правильно Или изначально В иных субъектах Снимаются Они снимаются Либо показывают Ликвидацию своего бизнеса И проводят регистрацию Бизнес есть Он существует Это массовые явления Да Именно по малому бизнесу Да Это очень серьезная проблема Никто даже В мыслях не мог допустить Что малый бизнес Так начнет себя вести Но к сожалению Это так А я помню Налоговики говорили Хотя не специалист Конечно Может быть это не относится Как раз так К малым предпринимателям В общем речь о том Что выходя в другую регион Они полностью Не избегают Все равно Уплаты налогов Здесь По месту существования Фактически Это НДФЛ Единственное НДФЛ А что они там покажут И где у них числятся Эти люди В конечном счете Аутсорсинговая модель Она позволяет И эту проблему решить Извините в кавычках Понимаете То есть Это будет Как будто люди Находятся в командировке Здесь А в штате Находятся там Поэтому Володь Сегодня Модели Я думаю Что Настал тот момент И я благодарен Налоговикам Которые Эту проблему Обосновывают Что необходимо Менять Саму систему Налогов Обложения И делать Ее близкую К американской Где основным Показателем Являются Это рабочие места НДФЛ И так далее Плюс налог На доходы Которые Представляют Собой Некую Геометрическую Прогрессию Вот это основное Я думаю Мы к этому Сейчас уже Вынуждены Будем подойти Не просто на словах А другого пути Просто нет Это как с пенсионной Реформой Что касается Малого и среднего Бизнеса В моногородах Кировской области Вы изучали Эту тему Сейчас как раз Идет программа И прям Семинары Обучающие Подвигать Как-то Людей Молодых Заниматься Вот это Такая Мертворожденная Идея Или все-таки Перспективы Тут есть Я думаю Что здесь есть И оно связано С тем Что под программу Развития Моногородов Вложены Определенные Деньги Минэк Вкладывает Достаточно Серьезные Средства В эту Тему Я сейчас Не берусь Сказать Какое-то Общее мнение Ошибочность Общей технологии Она заключалась В следующем Что По формальному признаку Были представлены Некие Комплексные Инвестиционные Проекты Моногородов Под которые Вводились Средства А дальше Все почему-то Забыли Об этих планах И в результате Деньги получили И пошли Вот эти Метаморфозы А где деньги Зин То есть Должно Было быть Установлена Строгая Контрольная Деятельность За использование Этих День В соответствии С написанными Планами А планы Положили В сейф И в результате Начали эти Деньги пилить Я думаю Что это была Главнейшая Ошибка В постановке Этой тематики Она подвергалась Корректировки Только благодаря Благодаря А по идее Эта тема Очень актуальна И очень перспективна Перспективна При разумном подходе И действительно Предпринимательски Ориентированном Мы договорились О том С правительством Что в основу Развития Моногородов Будут положены Инновационные Бизнесы Те разработки Которые действительно Позволят С одной стороны Удешевлять Производимую Продукцию С другой стороны Формировать Приемлемый Ценовой порядок То есть Шкала Цена Качество Должна Представлять Собой Некий Конкурентно Способный Продукт И Скажем Если будет Переработка Каких-то Отходов То Попутно Решить Вопросы Энергетические Для Моногородов И Снизить Вот эту Нагрузку Внешней Зависимости От Энергоресурса Я думаю Эта тема Актуальна И она На сегодняшний день Если будет Реанимирована А я вижу Что После 9 Сентября Вроде политическое Событие Было И тот Неуспех Который Наблюдается В отношении Единой России И тех Ставленников Регионов Руководителей Которые Должны смотреть То есть Тема Которая Была забыта Развитие Территорий Регионов Заботы о людях Она Очень активно Сейчас реанимирована На уровне президента На уровне правительства И Хотя они не хотят Может быть Этого делать Но ситуация Заставляет Не только Наблюдать И управлять Стадом А это стадо Каким-то образом Содержать Кормить И повышать Их благосостояние Поэтому я думаю Что Пусть меня извинят Радиослушатели Я нас назвал В том числе И себя Стадом Но к сожалению Мы таким На сегодняшний день Надо давать Надо давать Себе Иногда Действительно Да Представить Себе А кто мы Такие Валерий Николаевич У нас времени Не хватило Даже если бы Мы начали Вовремя Мы все равно Обо всем Не поговорили Но все-таки Чем-то таким Ярким Хотелось бы Закончить Чтобы вы Кратко Высказались Ярко Действительно У меня Несколько тем Еще на выбор 30 секунд Валерий Николаевич Победилово Как пылесос Продолжает Сосать бюджетные деньги Вот новость о том Что 30 миллионов Снова ему выделяют Помню как в ОЗС Будучи Вы горячо Обсуждали этот вопрос Рейтинг Путина Упал Может быть Это вы прокомментируете 30 секунд Что на выбор ваш Давайте Рейтинг Путина Путина Наверное Вернемся Я сейчас Не скрою От радиослушателей Провожу Определенные опросы Мои товарищи Проводят опросы Он достаточно Такой нейтральный Оценка порядочности Путина Которая А какой вопрос Конкретно задается Какой конкретно Вопрос задается Он так и задается Некая такая Текстовая часть В абзаце Прошел ли Путин Проверку на порядочность Проверку на порядочность То есть вопрос То не о том Что соответствует Он должности Или не соответствует Но в нашем понимании 55 статья Конституции Гласит Что законодательство Должно Приниматься Не ухудшающее Жизнедеятельность И существование Людей Проживающих На нашей территории Это конституционно И гарантом Этого должен выступать Президент И следовательно Его основная функция Как гаранта Она и заключается В том Чтобы Те законы Которые ухудшают Нашу жизнедеятельность Они не должны подписываться Должны возвращаться На доработки И так далее Вот к сожалению Владимир Владимирович Сыграл злую шутку В марте месяце Когда были выборы Он не говорил о том Что будет Пенсионная реформа Но при этом Продолжался Тиражироваться Тезис о том Что пока я буду Президентом Я не допущу И вдруг Полгода Проходит И ситуация Меняется Вот эта вот Технология Свершившихся фактов Технология Целесообразности Она напоминает Нам 90-е годы Ельцинские годы И 2000-е Начало Сегодня так Завтра Мы всегда Обоснуем Почему это надо То есть Я считаю Что рейтинг Сегодня Падает И будет Дальше падать У Путина Если он Коренным образом Не изменит Свою систему Отношений То есть Обман А это обман Он Людьми Не прощается Вот как бы Здесь ни говорили И насколько бы Там кто-то Не уважал Президента Тот человек Который Способен Ну Такими вещами Заниматься А мы это называем Нравственная Такая оценка Да То непорядочный человек Он в принципе Не достоин того Чтобы находиться У руля 13 часов 48 минут Это Завершение уже Программы Особое мнение Благодарю Валерия Турула Ну что В следующий раз Поговорим полноценно Ну я извиняюсь За то Я понимаю Что вы заняты У вас сегодня Преподавательские Вещи Зачет принимал Зачет Всего доброго До свидания До свидания Спасибо Особое мнение На 101FM Субтитры сделал DimaTorzok